Я услышала, что щелчок сначала, свет погас, щелчок и треск. И я выскочила в коридор, а там уже пламя, выход уже перекрыт. Я, давай соседке стучать, давай скорее, говорю, Наташа, давай скорее, звони в пожарку. Вот так вот. Они потом приехали, меня отсюда через окно вытаскивали. Люди говорят, повезло, что был день, все находились на работе и в доме. Были только две женщины. Обеих эвакуировали из огня через окна. Деревянную лестницу пламя охватило за считанные минуты. Что было у нас, мы лишились всего. У нас не спаслось как бы ни мебель, вот второй этаж, если зайти вовнутрь дома и поснимать, вы увидите, что в каком состоянии сейчас находится, там обрушилась вся полностью штукатурка. Провесили потолки. Обратились в администрацию, там предложили подменный фонд, но погорельцы от него отказались. Причину такого решения объясняют теснотой. По 10-12 квадратов жилья в общежитиях, никаких условий. У людей по трое, самое большое, 5-7 человек, значит, семьи. Там не разместится. Ну и кто это будет? У нас вот дом горел недавно здесь вот. Дали им подменный фонд этот, они до сих пор там живут. Деревянное здание, которому уже исполнилось 118 лет, три года назад было признано непригодным для проживания. Независимая экспертиза показала 75% износа. И как сообщили жители, дом сразу был включен на расселение по муниципальной программе на 2029 год. Мне 54 года плюс 10. Ну, не знаю, доживу я или нет, дай бог доживу. Ну, вот опять же, касаясь бабушки нашей, как говорится, старожилу нашего дома, бабушка в 72 года осталась на улице. И доживет ли она до этого расселения? Ну, как бы вот так. Погорельцы уверяют, если бы не пожар, терпеливо ожидали бы очереди на расселение. Но огонь внес свои коррективы в планы. По информации, полученной из администрации, в данный момент иной помощи, кроме предоставления временного жилья, погорельцам с Мухачева-120 не предусматривается. Варианты могут появиться только после получения заключения пожарных служб по причинах возгорания. Мы будем следить за развитием событий. Марина Волкова, Андрей Сегаев. Будни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова